Как проводить преобразование в бизнесе? Если мы хотим что-то в бизнесе поменять, то надо сделать три важных шага для этого. Первое, это срочно поставить мотивацию, финансовую мотивацию всех руководителей бизнеса, всех уровней на изменения. То есть, если они сидят сейчас на фиксированных оплатах, на оплатах, которые не привязаны к изменениям, они не будут ничего делать, люди будут просто не заинтересованы, ничего менять, их и так все устраивает. Вторая точка, это человек, который будет отвечать за внедрение изменений. То есть, его задача будет постоянно отслеживать и давить на всех остальных людей, чтобы они все-таки начинали действовать по-новому. И третий шаг, это срочно менять тех, кто сопротивляется. Если у нас в коллективе есть человек, который вроде бы он и неплохо работает, но при этом постоянно бухтит, постоянно всем недоволен, на любые наши новые введения отвечает, пытается их игнорировать или саботировать, таких людей надо срочно убирать. То есть, иначе с ними вам будет крайне тяжело какие-либо изменения производить в своем бизнесе. Такие люди, вам придется тратить кучу сил и энергии на то, чтобы преодолевать их сопротивление. Что рекомендую? Прямо подсмотреть на штатный состав своей компании и выбрать, с кем давно пора распрощаться. Если у вас в штате больше 10 человек, практически всегда такие люди есть. Мы их терпим, мы думаем, что ну он же хороший специалист, ну как же я без него? Но на самом деле, это тот камень, который не дает вам уверенно идти вперед. Вам надо сбросить этот балласт, принять сложное решение, что с этим человеком надо распрощаться. Приложить усилия, найти нового человека ему на замену, но найти такого, который будет лоялен, поддерживать ваши новые идеи, нововведения. И который в итоге окажется гораздо сильнее, чем был старый.